Дамы и господа, здравствуйте! Это телепроект «Знай наши», а я Юрий Прокопенко. И сегодня я отправляюсь на дегустацию. Будем пробовать мороженое и хлеб. Домашний. Интересное сочетание. Не правда ли? Не переключайте. О, лето! Ты прекрасная пора! И самое чудесное, возможно, озера, солнце, квас, жара и очень вкусное мороженое. Таким вот высокопарным слугом мы пришли на Могилевское предприятие «Бабушка накрынка». Здесь делают абсолютно все виды молочной продукции, в том числе и то самое, самое вкусное мороженое. А вот и наши старые знакомые, точнее старые, юные знакомые. Арина, Полина, Коля. Ребят, скажите, какое у вас самое любимое мороженое? У меня крем-бюле. А у меня крем-бюле. А мне нравится любое мороженое и селые белчатки. Коль, тебе повезло, ты пришел по адресу. Здесь как раз так и делают твое любимое мороженое. Ну а как его делают, нам расскажет тетя Наташа. Она, вот, кстати, она, начальник цеха мороженого предприятия «Бабушка накрынка». Пойдемте посмотрим. Мороженое состоит из цельного молока, цельных сливок, сливочного масла, сахара, стабилизатора и ванилина. И вода. Это все натуральные ингредиенты? У нас исключительно натуральные ингредиенты. Ни замены растительных масел, никаких нет у нас. Только все натуральное. Смесь пастеризуется, гомогенизируется и направляется в танки для созревания. Она созревать должна от 4 до 12 часов, после чего начинается непосредственно производство мороженого. Через фризер мороженое пропускается, чтобы насытить его воздухом, и оно приобрело воздушную консистенцию. И дальше подается на линию, где экструдером делится на порции по 50 либо 60 грамм. В зависимости от того, мороженое в глазурь идет или без глазури. Ребят, ну что, вам понравилась экскурсия? Очень понравилась. Жалко, что дома такое у меня сделать. Ну, а зато делают на бабушной крынке такое мороженое. И я предлагаю пойти переодеться и попробовать нам это вкусное сладкое лакомство. Вперед! Ну, а пока детвора уплетают мороженое, мы пообщаемся с инженером-технологом предприятия «Бабушка на крынке» Ольгой Урбан. Ольга, у вас здесь столько мороженого в разной фасовке. Много видов выпускаете? Да, выпускаем много видов. 19. Это разная фасовка. Вот такие брикетики. Мы делаем по килограмму мороженое и в пачках. По 60 грамм. А какое вот вы лично мороженое предпочитаете? Когда я иду с работы, я часто покупаю мороженое «Пламбир» по килограмму. Это мороженое семейного типа. Вот. Его очень удобно для большой компании, либо для семьи. Его можно употреблять как сиропом, с орехами, шоколадом. Оно очень вкусное и полезное. То есть вы рекомендуете? Да, конечно. Надо будет попробовать. Обязательно. Ну, а пока давайте, я смотрю, дети наши уже закончили кушать. Спросим у них, как им понравилось развесное мороженое от предприятия «Бабушка на крынке». Я обожаю мороженое. Это было очень вкусно. Мороженое веселое и внучок – это самое вкусное в мире. И последнее, так сказать, из рубрики «Здоровье». Оказывается, в мороженом содержится аминокислота или трептофан. Она дает ощущение покоя и радости. Так что люди, которые неравнодушны к мороженому, более благодушны, спокойны и счастливы. Так что будьте счастливы. Хлеб всему голова. Без хлеба нет обеда. Эти поговорки известны каждому с детства. И это правильные поговорки, ведь хлеб – основа питания любого человека. Сейчас мы находимся на предприятии «Могилёв Хлебпром». И в ближайшие минуты мы узнаем, как изготавливается настоящий хлеб домашний. Мы вас познакомили на стратегическом производстве. В начале лаборатории производства номер 4. Группа «Могилёв Хлебпром» – Наталья Котова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, скажите, чем хлеб домашний отличается от других хлебов, которые выпускает вашу предприятие? Хлеб домашний зерновой, в его составе содержится 20% зерна пшеницы. Улучшает процесс пищеварения, снижает вес, выводит токсины из организма. Жизнедеятельность организма улучшается и дает вкусовые качества. Более вкусный хлеб. Он получается как домашний, ароматный. Я думаю, здесь мы не случайно, вот именно вот в этом помещении. Наверняка здесь у вас цикл производства начинается. Где мы, Наталья? Это помещение для подготовки зерна. Значит, зерно, когда нам приезжает с элеватора, значит, мы его должны перебрать, вымыть и заварить. Это очень трудоемкий процесс, который длится 10 часов. Вот таким образом. Ну, конечно, весь смысл того, чтобы зерно было уваренное. Телевидение фантастическая штука позволяет быстро переноситься из одного места в другое. Вот мы уже находимся возле чего? Возле тесто-месильной машины, где мы будем замешивать тесто. Начнем с дрожжей. Это дрожжи. Дрожжи, да, это дрожжи. Соли, сахар. Зерно пшеницы сваренное и охлажденное. Все, теперь будем подавать муку из бункера и заливать воду с помощью дозировочной станции. А вот еще одна умная машина. Это тестоделитель. О функциях говорит название. Здесь готовое тесто делится на куски по кинот 30 грамм, округляется, закладывается и направляется в специальный шкаф. Камера на стойке. Значит, здесь происходит процесс формирования мякиша изделия. Значит, здесь созданы специальные условия. Нужна определенная температура и влажность в этой камере. Для того, чтобы тестовые заготовки подошли, увеличились в объеме в 2-3 раза. И в результате этого сформируется структура мякиша. И после выпечки он выйдет большой, пушистый и красивый. И здесь тепло, как, я не знаю, в Ташкенте или в Крыму, может быть, в июле такая температура. Сколько это все? Ну, температура 40-45 градусов и влажность 55-60. Итак, последний этап производства хлеба домашний. Хлебные заготовки отправляются в печь и через 45 минут они станут пышным, румяным и ароматным хлебом. Ну, домашний хлеб, как мы знаем, раньше выпекали в печь, его сажали на лопате. Ну, у нас почти такая же технология. И сажается хлеб в печь с помощью ассистента. Это специальный автоматический подсадчик. И вот он, финал всего процесса. Хлеб домашний испечен. Наталья, скажите, вот вы, как начальник лаборатории, предприятия, что думаете об этом хлебе? Нравится он вам по сравнению, скажем, с другими? Это вообще, это мой любимый хлеб. Он очень вкусный и полезный. Скажите, а где можно купить хлеб домашний? Хлеб домашний можно купить в первенных магазинах РУПП Могилевский Проб и в других торговых точках города. Пожалуй, все, Наталья. Спасибо вам сегодня за экскурсию. Пора бежать. До свидания. Пора бежать в магазин, пока хлеб домашний еще горячий. Как говорит мой коллега Николай Команцев, чтобы переваривать знания, надо поглощать их с аппетитом. Смотрите телепроект «Знай наше». Приятного аппетита и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова